А вот сейчас мы подошли к тому моменту, когда будем говорить на самые-самые-самые разные темы, не связанные каким-то образом между собой. Вот такая интересная тема. Скажите, пожалуйста, кем вы себя ощущаете сильнее, русским или евреем? Да, вопрос. Ну, когда как? Когда в 1951 году мне объяснили, что я не могу поступить в университет, я, естественно, считал себя евреем. Когда я стоял, когда в 1943 году омские славоохотливые мальчишки, обозвав меня жидовым, объяснили, что это значит, у меня есть такое стихотворение. Было трудно мне в первое время пережить свой позор и испуг, став евреем среди неевреев, не таким, как другие вокруг, отлученным капризом природы от мальчишеской шумной среды. Помню, в Омске в военные годы воробьев называли жиды, позабыты великие битвы непрекаянных беженцев, быть ничего до сих пор не забыто из мальчишеских первых обид. И когда вспоминаю со страхом невеселое это житье, с неприютной рыжей птахой я родство ощущаю свое, под чужую забившуюся кровлю в ожидании новых угроз не орет, что питается кровью. Не владыка морей, альбатрос, не павлин, что устал от ужимок, и не филин, полуночный тать, не гусак, заплывающий жиром, потерявший способность летать. Только он мне по-прежнему дорог, представитель пергнатых жидов, что чирикая пляжа 7.40 на асфальте чужих городов. В то же время, в то же время, без тебя ощущался евреем, и у него писали такие песни, как «Надканада», «Неба синий», наконец-то, как «Севастополь». На Севастополе у нас замечательная, там была большая перепалка в интернете, и один написал какой-то самый абонентный писал так. «Ну, дожили! Уже жиды стали ультрапатриотами». Как вы понимаете, я, естественно, несколько серьезно, я, причитая второе свое стихотворение, получившее резкую критику, как со стороны наших доморочных нацистов, так и со стороны... Вот я был в Калифорнии, год назад, был год назад, пришла группа евреев пить меня мордом, никто, правда, не усиливает, вы говорили, объявив, что я, значит, отрекаюсь от своего народа этими стихами, потому что я агент КГБ, я вообще враг еврейского народа. Очень забавно. Вы родство по слову имеете в виду? Да, 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 именно это стихотворение. Из-за этого стихотворения. Но это одно из немногих стихотворений, которое многое объясняет по поводу, кем я себя считаю. Недорогливо, истина простая, в реке времен нащупывает брод, родство по крови образует стаю, родство по слову создает народ. Нет того ли смертных поражая, непостижимы мудростью своей, Бог Моисею передал скрижали, людей отъединяя от зверей. А стаи не нужны законы Бога, а нам живет заветы вопреки. Там ценятся сознания и у Бога, и цепь и нюх, да острые клыки. С моим происхождением не скрою горжусь и я, родители любя. Но если слово разойдется с кровью, я слово выбираю для себя, и не отыщешь выхода иного. Какие возражения, не готовь, родство по слову порождает слово, родство по крови порождает кровь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Владимирович, вот известно, что ваш сын со своей семьей живет в Израиле, вы часто у них бываете. И внучку вашу зовут так же, как вашу маму, зовут Рахиль. И песня у вас есть замечательная. Я надеюсь, что вы именно для этого... По поводу того, что сын и жертва Израиля есть такое грустное сихотворение. С момента сотворения уж так заведено, да в детях повторения добиться не дано. Какой корысти ради в лухих своих ночах молился Богу прадед в притающих свечах. И тень его металась, накрыв дверной косяк, и колыхался талос, как полосатый флаг. Приняв земные муки с другими наравне, забыли Бога внуки в отверженной стране. Распавшиеся звенья, разлитое вино, нам в детях повторения добиться не дано. Жить не начнут сначала. Усталый и седой мой сын, наоборот, с курчавой и рыжей бородой. Листает он упорно страницы древних книг. И видеть меня прискорбно библейский этот рик. Как ведь ты не умела, любила весь свой век. И супруг ночи белый, и новогодний снег, и пушкинские строки, и город Ленинград. Забытые пророки в лицо мое глядят. Холодный дождь дымится над зеленью травы. Нам в детях повториться не суждено, увы.